Николай Коляда, известный драматург и театральный деятель, получил полтора года за совершенное ДТП, в котором пострадал человек. Учтя заслуги драматурга перед искусством и культурой, отсутствие ранних судимостей, признанием вины и раскаяния, судья Кировского районного суда счел возможным не лишать Коляду свободы, а лишь ограничить ее. В течение одного года и шести месяцев создатель Уральской школы драматургии, основатель широко известного даже за рубежами России Коляда театра, все свои действия, связанные со сменой жительства, места работы, выездами за пределы Свердловской области, должен будет согласовывать с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Возможно, нельзя ему будет и участвовать в массовых мероприятиях. По крайней мере, обычно ограничения свободы включают это требование. Но с Колядой случай особый. Вся его работа – это непрерывное участие в массовых мероприятиях. В спектаклях, фестивалях, публичных лекциях. Ограничить его в этом – значит лишить работы. А российский театр – яркого, самобытного и чрезвычайно творчески плодовитого деятеля. Впрочем, все могло закончиться еще хуже. Авария, виновником которой был признан Коляда, произошла 10 июля прошлого года на подъезде к Екатеринбургу по Тюменскому тракту в вечернее время. Драматург возвращался домой со своей дачи в селе Логинова за рулем своего автомобиля «Рено Дастер». Участок дороги, где произошло столкновение, в тот момент ремонтировался. На одной из полос уже был положен новый асфальт, а с другой дорожное полотно было срезано. Решив перестроиться на отремонтированную полосу, Николай Коляда плавно стал прибирать влево, но машина его не послушалась. Кроссовер занесло на мокрые дождя дороги и развернуло поперек проезжей части. В следующее мгновение в него въехала попутная машина «Хёнде Санта-Фе», после чего обе машины оказались в кювете. «Дастер» с Коляда и водитель «Хёнде» в медицинской помощи не нуждались, а вот пассажир, ехавший в Санта-Фе на переднем сидении, получил компрессионный перелом грудной части позвоночника и угодил в больницу. На суде пострадавший бывший работник московской милиции Кирилл Генералов утверждал, и его утверждения были подкреплены выводами экспертов, что полученный им вред здоровью квалифицируется как тяжкий. Хотя непосредственно на больничной койке он, по словам Коляды, провел только 10 дней, реабилитационный период у него еще не закончился. Для восстановления позвонков ему установили металлические пластины, и он долгое время не мог даже сидеть, только стоять и лежать. Еще в период следствия Коляда по совету юристов перечислил Генералову 200 тысяч рублей, но эта сумма пострадавшего не устроила. В суде он оценил свой моральный и материальный ущерб в 930 тысяч и потребовал публичных извинений от виновника ДТП. Коляда такие извинения принес и в зале суда, и ранее рассказывая случившимся на своей странице в Facebook в интернете. Коляда признал подсудимый свою вину, что позволило провести заседание суда в так называемом особом порядке, без проведения судебного следствия. В качестве аргументов, подтверждающих эту вину, судья принял обвинительное заключение прокурора. Вина Коляды состояла прежде всего в двух нарушениях ПДД. Во-первых, колеса его машины были оборудованы шинами в нарушении технических требований. На трех колесах стояла зимняя шиповная резина, на одном – летняя. Эта неисправность считается критической, не позволяющей эксплуатировать транспортное средство. Второе нарушение касалось скоростного режима. Ремонтируемый участок дороги, на котором произошла авария, был снабжен временными знаками, ограничивающими скорость движения до 40 км в час, тогда как Коляда, по его же признанию, гнался скоростью 50 км в час. Однако Коляда в нарушении пункта 8.1.1.1 ПДД и дорожного знака 3.2.4 приложения 1.1 ПДД, проявив преступную небрежность, двигается скоростью, превышающую установленные ограничения, не обеспечивающие невозможность контроля за движением транспортного средства. Не снижая скорость движения, стал перестраиваться в левый ряд на полосу движения, которая возвышалась над той, по которой он двигался изначально, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля. Автомобиль стал разворачивать по часовой стрелке. Отехчающим вину Коляды обстоятельством также стало наличие у него ранних административных протоколов за нарушение ПДД. Самым строгим наказанием, которому мог бы быть подвергнут Коляда за вмененное ему преступление, стало бы лишение свободы сроком до двух лет. Самое мягкое в таких случаях наказание – судебный штраф. Не так давно судебному штрафу был подвергнут, например, спикер Тюменской гордумы Дмитрий Еремеев, по вине которого в ДТП погибли два человека. Адвокаты Коляды также просили судью Дениса Абашева наказать их под защитного судебным штрафом, но их ходатайство было отклонено. Впрочем, водительских прав драматурга не лишили, в колонию не отправили. Но принудили выплатить генералову еще 200 тысяч рублей. Если пострадавший захочет компенсировать те средства, которые он потерял, временно лишившись возможности работать, то сможет сделать это, подав новый гражданский иск. Для взыскания материального ущерба в части утраченного заработка вам необходимо самостоятельно обратиться в гражданскую коллегию. Да, очень честно. Все это понятно? Понятно. По окончании процесса оба его участники заявили журналистам, что довольны таким исходом. То есть вы считаете это справедливо? Ну, справедливо. А для вас было важнее получить денежную компенсацию в полном объеме, или то, что коляда получит... Судимость. Судимость. Ну, наказание все равно должно какое-то было присутствовать. То есть и компенсацию, конечно, за утерянный заработок. Полтора года ограничения свободы. Раз в месяц мне надо ходить на отметку. Ну, вот мне сейчас рассказала адвокат, как это делается. И 200 тысяч заплатить товарищу генералу. Ну, может быть, он еще подаст гражданский иск, я не знаю. Он сказал, что подаст. Подаст? Сказал, что будет подать. Ну, хорошо. Что обжаловать-то? Ну, все уже. А там же гастроли-то? Так нет. Говорят, что если ты пишешь заявление о том, что я выезжаю на три недели, приходишь в милицию, полицию, и тебя отпускают. А что это? Я же вернусь. Или вы думаете, я сбегу куда-то? Нет, я уж вперед ногами меня вынесут из этого театра. Так что никуда не сбегу. Как приеду, так и уеду. И то есть наоборот. Спасибо всем за участие. Спасибо артистам за то, что пришли, поддержали. Идите на репетицию с Исоев. Идите репетировать. Я ограничен в свободе, так что смотрите.